Музыка Скажи, пожалуйста, а почему ты решила поехать именно в эту школу? Дело в том, что один из моих лучших друзей учился в этой школе, и он мне рассказал очень много о ней. И у меня передо мной стоял выбор, либо учиться в Англии, либо в Ирландии. Но когда я узнала, что в Англии в большинстве случаев очень много русских в школах, я решила, что будет моим больше смыслом для улучшения уровня английского языка поступить в Ирландскую школу. Беспокоилась ли ты до того, как ты приехала в школу? Добровольно ли ты поехала? И вообще, чего ожидала от этого опыта? Ну, мне предложили родители, хочу ли я учиться за границей. Поскольку я не знала, каково это, я сразу сказала да, потому что новый экспириенс, скажем так, всегда помогает в будущем. Впечатление новое, да? Впечатление. Опыт, наверное. В связи с тем, что, говорю я по-русски очень мало на данный момент, я иногда забываю слова. Но меня, в принципе, никто не заставлял, я сама решила, я очень рада, что я решила учиться за границей. Как ты представляла себе обучение за границей, эту школу, до того, как ты приехала сюда? За границей мне многие рассказывали о том, какая у мальчиков недовщина, и я очень боялась, что у девочек то же самое, как мальчики заставляют младших чистить их ботинки. Я это очень боялась. Но мне очень много рассказывали об этой школе, о том, как те носят гаунс, мантии, по-моему, по-русски. Каждый день ходят в церковь, что меня очень поразило, потому что я, в принципе, в церковь хожу крайне редко, в Москве времени совершенно нету, а здесь каждый день, как раз в порядок, часть рабочего дня. Мне это очень понравилось. Были ли у тебя какие-либо проблемы в общении с другими детьми в бытовом плане? Ну, поначалу, естественно, мне очень хотелось домой, поскольку я всю свою жизнь 15 лет прожила с родителями. Мне было очень тяжело расстаться дома. Была немножечко удивлена, поскольку было 6 человек в комнате, в которой я жила. Это немного странно, поскольку я всегда жила одна в комнате, для меня видеть перед собой 5 других девочек было совершенно удивительно. И каждый ложится в разное время, каждый встает в разное время, каждый занимается так, как ему хочется, слушает музыку, уходит на спорт и так далее. Конечно, это было очень тяжело поначалу принять. А сейчас мне становится странно, когда я возвращаюсь домой и сплю одна в комнате. Для меня это сейчас удивительно. Мне кажется, что чего-то не хватает. Расскажи, пожалуйста, о обычном распорядке дня. Ну, у меня свой распорядок дня, потому что... Я понимаю, я имею в виду, что каждый может, например, вставать в то время, которое ему хочется, может начинать заниматься в то время, когда ему удобно. Но в целом, завтрак, например, начинается в 7 часов утра, заканчивается в 8, в 8.15 мы должны быть в Кройстерс. Честно, по-русски я это слово не могу перевести, потому что я не знаю, существует ли эквивалент. Мы входим в церковь, проводим там около 25 минут. Без 15.09 начинаются занятия. Они продолжаются до 11.00. И с 11.00 до 11.30 у нас 30 минут перерыва. После этого у нас еще два урока и в час до 2.00 у нас ланч-брейк. В это время мы можем пойти поесть в Дани Холл или просто отдохнуть в комнате. С 2.00 до 3.30 еще два урока, и с этого времени начинается спорс. Каждый ученик обязан ходить на спортивные занятия. Это не является опшим. Поэтому, если кто-то что-то пропустил, соответственно, возникают проблемы с главой дома. С 5.30 начинается ужин, и в 6.45 ученики 5-го и 6-го класса должны быть в библиотеке или в комнате заниматься. Домашнее задание заканчивается около 9.30, и с этого времени начинается свободное время под приготовление ко сну. За этот день невозможно сделать что-либо не так. То есть, если ты не находишься там, где ты должен быть, естественно, возникают проблемы. Поэтому сделать что-то либо плохое, как-то, не знаю, заходить по поведению практически невозможно. Соответственно, ученики находятся постоянно под контролем. И я считаю, что для родителей это идеальная школа, потому что очень сложно совершить что-то плохое. Какие возможности произносить школу? Например, чем можно заниматься в свободное время? Ну, вообще свободного времени практически нет. Но если оно каким-то образом возникает, есть бассейн, можно играть в футбол, баскетбол, любые спортивные занятия. Есть также музыкальное здание, где находится большое количество музыкальных инструментов. Если кто-то увлекается, это потрясающее место. Также есть библиотека. И те люди, которые увлекаются конной ездой, школа также организует занятие конным спортом вне школы. Как можно сравнить ирландскую систему образования с российской? Какие сравнения можно провести с российской школой и вообще с российской системой образования? Я считаю, что нет ничего общего между российской и ирландской системой образования. Россия пытается ввести, как и в Ирландии, объединенный государственный экзамен. Но я считаю, что это не совсем успешно, поскольку у нас это проводится в форме теста. И экзамены не соответствуют уровню образования. То есть экзамен построен для людей, которые, может быть, на третьем-четвертом пути университета. То есть математика, например, взяла практически невозможную. В то время как в Ирландии то, что ты учишь, такой экзамен ты получаешь на том же уровне. Есть определенные учебники, по которым ты занимаешься. Тебя не могут спросить то, чего ты не знаешь. Только в пределах программы. И я предпочитаю ирландскую систему образования русской. А считаешь ли ты учебу за границей полезным опытом? Да, я считаю, что это был один из самых удивительных моих жизненных опытов. Потому что он дал мне возможность почувствовать свободу, но не пренебрегать ей. То есть я могла принимать свои собственные решения, но в то же время я должна была принимать их в рамках школы. То есть в рамках тех правил, которые мне предлагали. На данный момент я практически все делаю сама, я не нуждаюсь ни в чьей помощи, в своих решениях. И я понимаю, что на будущем я не буду вести себя так, как идут себя люди, которые только что поступили в университет, которые чувствуют свободу и начинают совершать ошибки. То есть не учиться, не следовать своим планам, не делать себе распорядок. Для меня сейчас распорядок это самое главное, потому что это была часть моей жизни в течение двух лет. Таким образом я считаю, что учеба в этой школе помогла мне на данный момент и в будущем. Советуешь ли ты другим российским детям, студентам образование за границей и именно здесь, в Ирландии, в этой школе? Я считаю, что эта школа хороша как для тех, кто отличается не слишком хорошим поведением, так и для тех, кто хочет просто найти себя, как-то отделиться от себя, начать самостоятельную жизнь. Я не знаю такого человека, который бы не смог здесь учиться. Я считаю, что эта школа подходит практически всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok